По правде, я хотел снять только один ролик по кроссингу, а дальше играть сам, но почти 600 комментариев, и только 5 там где-то человек сказали, что на самом деле летсплей не нужны, и все остальные сказали, что обязательно давай летсплей, поэтому то, что сейчас этот ролик существует, это целиком ваша заслуга. А, мистер Арат, нашел необходимые материалы? Прекрасно, тогда приступим к работе над удочкой, да-да. Чтобы начать, выбери проект на верстаке, давай попробуй. Так, давайте попробуем. Удочка. Ну, наконец-то у нас будет хоть какой-нибудь инструмент, хотя бы хоть что-то мы сможем сделать, что-то там, рыбу ловить. Давай. Я смотрел не прочечную удочку, он такой самый шлакаловый самый, самую плохую удочку вообще на свете. Копишите, ничего сложного в таких проектах. На этом мой бесплатный урок сделал сам окончен. А, чуть не забыл, у меня летя еще несколько стандартно-бесплатной инструкцией. Мне нужно отправить их на твой нокофон, загляни туда, пожалуйста. А чтобы отправлять в приложение, обязательно телефон надо в него смотреть, то есть если на него не посмотришь, а приложение тебе не отправится. Ну, давайте просто все инструменты сделаем, которые нам дал. Вот сачок. Опять же, не прочный самый шлак. Ну, наконец-то, давайте поторгуем с этим Тимми, сработаем баблишко. Я, кстати, до сих пор не научился отличать за вообще за все мои часы в предыдущих сериях, как отличать Тимми и Томми. У них же моделька одинаковая. Вот, надо тебе твои яблоки, можешь их, не знаю, сажать. Тысяча! То есть за каждое яблоко по 100 вот этих денег. Давайте, наконец, опробуем здесь рыбалку, как она здесь работает, в отличие от других игр. Вот, в нашем чудесном, как вы в нашем, не в нашем, не в вашем, в моем чудесном озере, есть рыбка. Походу, рыбалка такая же, как в предыдущей части, тебе именно надо перед носом рыбы кинуть, чтобы она увидела. Потому что они тупые. Да вы издеваетесь, что ли? Да ё-моё, рыба. Можете поймать. Она, это как будто издевательница. Я ей кидаю, она специально отворачивается. Что за говно? Пожалуйста, не позорь меня перед подписчиками, перед аудиторией, а то они подумают, что я ещё рыбу ловить не умею. Так, сейчас, моя первая рыбина. У-у-у, это у нас. Ура, я научу попал сазан, несказанный улов. Яблочко, палочка. Ну, в принципе, в хозяйстве всё пригодится. Давайте поговорим с этой Фуксией. Знаешь, мистер Райл, а то место, которое ты выбрала, придём в хорошую энергетику. Ну, по-другому и не могло быть. Можешь помогать друг другу, если тебе что-то понадобится, зови. Кстати, я тут гугл ломал, как бы тебя отблагодарить. Вот я придумал инструкцию на дипринет, она называется зонт-лист. Зонт-лист. Не думаю, что какая-то суперполезная инструкция. Когда я брал сюда, я сразу подумал, что чего-то, а сорняков хватает. Отсюда идея я взялась, для моего проекта сделай сам. Если подумал, сорняки наш самый распространённый ресурс. Где-то они должны пригодиться. До скорого не будет распространённым, потому что я их все просто порву. Этих сорняки, я их все выкопаю просто скоро. Давайте поговорим с этим конём педальным, потому что... Какой-то баг. Ё-ё-ё-ё, это же конь педальный, натуральный. Будем поддерживать друг друга дальше. Для этого нужны друзья-партнёр. О, кстати, у меня для тебя есть кое-что. Спасибо, что нашёл мне место для палатки. Партанёр. Почему у меня партнёр? О, кепочка! Это простая кепка, проживаясь на острове Биайлон. Нажми на X, чтобы... Короче, ребят, мне вот прическа до сих пор не нравится. Прическа здесь каловая. Я просто выбрал, какая вообще была. И, наконец-то, можно нацепить кепочку, чтобы скрыть этот позор. Потому что прическа реально шла какая-то у меня сейчас. Да, ё-ё-ё, какая большая, огромная, просто кепича больше моей головы. Забавно, забавно, мне нравится. Лучше, чем просто с говядной прической. Вот здесь автомат стоит. Можно с ним вообще взаимодействовать как-то? О, ну как я мог забыть? Я тебе сейчас объясню, как работает терминал. А, терминал. Называется он Нук Терминал. Задача облегчать и улучшать жизнь тебе на острове. Пока ты можешь использовать два сервиса мистера. Во-первых, блок Нук и сервис для заказов, которые сложно достать на острове. Во-вторых, терминал служит блокомантов от Нук Банка. А ещё мы работаем на функции обменом Миль Нук. Разные услуги Миль Нук. Пользуются наши замечательные сервисы, да, они очень полезные. Миль Нук. С вас приветствует Нук Терминал. О, 50 миль мне дали. Неплохо, неплохо. Выберите услугу в списке. Опять чуть не сказал плохое слово, потому что зачитался. Так, что здесь в конце линейтенции у меня есть? Садовый блок я не нужен. Вот одежда продаётся. Мне не нравится сейчас моя одежда вообще абсолютно. Так, что здесь есть? Вот музыка есть, можно купить. Так у меня здесь 2200 денег. Очень мало. Ну, наверное, себе потом куплю всё вот это, потому что у меня сейчас вообще ничего нет. В принципе, нету вообще этих никаких диней, вообще ничего. Раньше они, кстати, назывались Беллами. Так, а это что такое? Я тебе сейчас объясню, для чего нужен этот ящик. Это утиль-сундук, которому могут воспользоваться жители острова. Мы будем использовать его для склонирования выборочных вещей. А ты можешь туда заглядывать, если можешь что-то смело брать. Но когда сундук забит, мы сбаляется от старых вещей. Короче, я понял, это помойка. Ромимся в помойке. Кто яблоко выкинул в помойку? Кто такой охреневший? Наверху летит подарок! Мой, мой подарок! А я не могу его достать! Потому что у меня нет ни рогатки, ничего. Обидно, конечно, обидно. Но, блин, что поделать? У меня нет рогатки, и всё. Я не могу его достать. Так, вон, летает бабочка. Может попробовать её поймать? Сейчас вот мастер-класс покажу вам. Как надо играть в эту игру? Вот. Нет, подождите секунду. Ещё один раз, ребят. Ещё один раз. Нет, подождите. Ну, типа, не так. Сейчас, сейчас, сейчас. Покажу мастер-класс. Короче, надоело. Так. Блин, почти в первый раз, как бы. Я только учусь, потому что, типа, это ведь вообще другая игра, новая. Это я в ту 1500 часов наиграл, а это ещё новая. Как бы здесь... Всё по-другому, блин, там этот подарок летит, манит меня. Знаете, дразнит. Вот именно слово «дразнит» меня. Так. Давайте поймаем что-то здесь. У меня в озере, кстати, что-то появляется в первый раз. Какая-то маленькая вообще фигня, рыбёшка. Это не рыбёшка, кстати, это пиявка, походу. На лошку попался головастик. Ну, наверное. Блин, эти описания. Короче, ребят, на наш остор, походу, прилетает в музей. В общем, оказывается, он решил приехать сюда, поэтому я хочу у тебя кое-что попросить. Мистера, я рад. Раз ты мне так помогаешь, словно, не поставишь шипалалку для Блэйзерса. Блэйзерс — это сова, которая заведует музей. Найти ему местечко просторничею, поместился в каждом музее Мирового класса. Да, правильно. Преосходно всё сходится. Сейчас будет легчайший, легчайший музей. Но перед тем, как ставить музей, пожалуй, скрафтим топор. Можете что-то смастерить? Естественно, смастерить. Конечно, топор хочу. У нас есть топор, я могу его смастерить. У меня есть вещи, у меня есть инструкция. Так, он первый. Смастерим. Так, мой первый топор, не проще топор. Ну, как всегда, качество, уровень кал, но всё-таки хоть какой-то есть топор. Насколько я знаю, такой говёный топор, он, конечно, не может рубить деревья, он может только выбивать с них дровесину. Что очень странно, если смотреть с игру, как с точки зрения реальной жизни, но в игре такая условность, и как бы... Здесь много таких условностей во всей игре, что... Что один топор, допустим, разорвает дерево, а другой просто дровесину с ним фигачит. Ну, собственно, давайте их собирать. О, камень, а я себя по нему тресну. О, вот этот подгон. Насколько я помню, в предыдущей части очень редко камни разбивались, а в этой части, насколько я знаю, все камни можно разбить. Ну, это круто, чё. Кстати, многие писали, показываю всё. Вот этим я занимаюсь, когда обрезаю. Не думаю, что вам это интересно. Теперь мы можем скрафтить лейку. Доступно. Доступная лейка. Всё, фигачим. Легко. Отлично. Опять непрочная, да? Непрочная, конечно. Написали бы сразу. Каловая лейка. Самая худшая в игре. Кто скрафтил, тут лох. Вот это всё написали бы. Зачем? Ой, короче. Непрочная. Мастерить незамысловатая верстачка. Так, да. Не надо верстачок положить около дома, чтобы, кажется, не сходить вот сюда, чтобы мастерить. Поэтому, хорошее приобретение. Ну и, собственно, давайте поставим верстак около нашего дома. О, монетка. Стойте, а если здесь... А у других зерей что-нибудь есть тогда, получается, здесь монетка? Не, я знаю, что зерей что-то падает, но очень редко. В Нью-Лифе, в предыдущей части, очень редко всё падало. Ну вот, палочка. Я насытился, можно ставить верстак. Так, ну вот здесь пустоват, так. Вполне нормально здесь будет поставить. Здесь нет места. В смысле нет места? Сорняки мешают или что? Давайте вот поближе встанем. Здесь свободно. Ну, такой себе верстак, на самом деле, некрасивый. Такой, мне не нравится. Мне на самом деле много чего не нравится. Мне не нравится моя одежда, моя прическа, этот верстак, вообще всё. Потому что говно какое-то. Инструменты кал тоже. Ой. Ну, в принципе... Не, кал. Кал, не шлак. Эй! А-а-а! Яблоко пропало! Сорняки съели моё яблоко сейчас. Я не понял. Нет, сорняки надо убирать. Это капец. Они мои яблоки едят. Так, у нас, кстати, здесь есть отложивность. И давайте посмотрим, сколько здесь он ловил. Отложивности, да. Так. У нас рыбки. Вот я рыбки поймал. О, фига здесь RTX-изображение рыб. Прям. Это, как вы понимаете, 3D-модели, но очень хорошо сделанные. Прошло тысяча лет и один год, но я нашёл место идеальное для музея. Хорошее место для палатки Блэзерса. Отличное место. Прям отличное. Просто. Как же я хорош. Как же я хорош. Теперь Блэзерс может здесь всё устроить. Блэзерс. Когда я на английском играл, я что-то вообще не задумался. Но вот сейчас на русском читают Блэзерс. Очень странно звучит, короче. Блэзерс. Ну окей. Так, надо подойти к этому Тому Нук. Сейчас сказать о том, что я выбрал место для музея. Потому что он может как-нибудь, наверное, даже награду дать за это. Будут наконец-то бить не прочным топором, а обычным. Мистер Рад. На что? Нашёл место для палатки Блэзерса? А как же. Я знал, что на тебя можно рассчитывать. Спасибо. Я передам Блэзерс, что он может прижать любое время, когда захочет. И вовсе не хочу, чтобы совсем выбился сил в первый день. Но если ты в скорости накопишь милинук и получишь долги, я буду только рад. Я могу подсказать, как заработать милинук. Так что обращайся, если нужен совет. Какие советы? Ки, что ты ещё скажешь? О чём хочешь поговорить? Я тебя слушаю. Насчёт оплаты переезда. Мне ещё надо что-то за дом. Хочешь платить счёт за переезд? Да. Хочу. Ты должен... Пять тысяч миль! Фигай себе. Нам некуда торопиться? Нет, нет. Ложи не знал оставлять. Нет, ну это я без записи буду гринить эти мили. Ну, купил своих первых цветов. Давайте посадим их около дома, чтобы все знали, что это самые важные, самые первые цветы. Все остальные цветы, это будут так, цветки просто. А вот это самые первые, которые появились от моей руки. Попробуем как раз нашу деревянную лейку. Блин, почему она деревянная лейка? Поэтому она непрочная. Деревянная лейка, ну она же сгниёт. Ну, типа, дураку понятно. В общем, сорвал все сорняки, до которых могу достать. Задолбался! Просто 20 минут бегал и сорвал сорняки. Многие ещё там просят. Э, давай, это всё показывай, без нарезок. Так интереснее, вы бы охренели, если бы было без нарезок. Просто, представьте, 25 минут я хожу и нажимаю одну кнопку. И так я эту кнопку нажимаю. Сколько у меня там сорняков? 370, там, около раз. Вообще кошмар. Добро пожаловать, мистер Раш, я могу служить сегодня. Вот сколько я получу за сорняки и вот это всё. Понятно, что предлагаешь. Так, ну давайте, да, сорняки. Ну, да. И сколько за сорняки? Столько времени потратится, чтобы их сорвать. Готово. Могу купить тебя всё из-за... Маловат, на самом деле. Чё-то вообще мало. Я несоизмеримо с работой, которую я на это потратил. Ну давайте посмотрим, что здесь есть. Что это за автомат? Вас приветствует NUK терминал. Я терминал. NUK функциональный терминал компании. Выберите услугу в списке. Каталог NUK. Сначала всё по-первыхому. Пойдём. Так, здесь можно купить. Но... Да, мне надо иметь одежду. Но здесь чё-то... Ну, такая одежда. Восьмёрку не хочу себе покупать. Но... Фиг знает. Футболка, привет. Футболка, привет. Ну, в принципе, давайте закажем. Почему нет? Уж лучше той... Просто... Тюремной футболки, которая есть у нас сейчас. Ну и давайте песенку заказываем. То есть пластинку. Ну так, музыку просто, короче. Я не знаю, что ли заказываете. Не очень какие-то предметы продаются здесь. Такое мне не нравится. Мне не нравится. Всё, ребят, нагриндил. Ну вот аааал. Гриндил, гриндил и нагриндил. Наконец-то нагриндил 5000 миль вот этих. Даже больше. 5250. С тебя 5000 миль. Вот они. Отдаём. Отрываю, точнее, от чувства сердца. Их было сложно нагринуть, на самом деле. Ну что ж, твой счёт за переезд полностью оплачен. Теперь, когда ты свободен от тебя долгов, можно жить тут припеваю. Не так ли? Действительно. А нет, это не совсем риторический вопрос. Я всегда лишь хотел узнать. Как тебе жизнь в палатке? Ну так, так, все, на самом деле. Хотелось быть домич. Я в той игре, в той серии так хорошо вообще жил. А сейчас живу как бомж. В расколковой хате. Я понимаю, что жизнь в палатке не очень. Да, пожалуй, настало время посудить строительство частного дома по индивидуальному проекту. Конечно, есть определённые сложности и строить в местах настолько отдалённых. Я боюсь, что эти сложности отразятся на цене, но ничего не подделаешь. Ты пофигу, давай, ставь. Беспроцентные ссуды, гибкие планы погашения кредита. Многие ничего вообще устроили-то здесь. Короче, ребят, должен всего миру. Только что-то оплатил, сразу опять всем должен. В общем, про музей. По сути, ведь надо все вот этих животных, рыбы, насекомых отдавать... Ну, не животных, точнее. Хотя животных тоже было бы неплохо. Отдавать в музей. И я не придумал ничего лучше, как просто пока музей не построится, кидать их перед музеем, потом сдать. По мне, неплохая так идея. Блин, очень странная форма построила. Ну, окей. В палатке жить неплохо, но в доме больше места. Да, щенец, тем другие, корни пустишь. На постройку дома потребуется новый крыль... Ну, конечно, 98 тысяч. Ну, что скажешь, кто отзывается из собственности? Ну, придется, что делать-то? В любом случае, дом надо расширять. Мы при внедрении приступим. Кстати, на выбор нас 80 цветов крыши. Какого цвета крыша мы будем делать? Красного, розового, черного... Ну, а другие какие есть? У нас... У меня есть еще 4 варианта. Синего, аквамариного, зеленого и фиолетового. Ну, мне аквамариного, в принципе, очень нравится. Ну, такой, знаете, красивый цвет. Но посмотрим еще. Первый, кстати, больше... В смысле, первый цвета. А, это повторно идет. Ну, блин. Фиг знаю. Вот эти красный, розовый, желтый, черный... Ну, они банальные цвета, но неинтересные. Мне не нравятся. Вот аквамариный более-менее такой очень красивый. Не знаю, как вам, но... Очень красивый аквамаринный цвет. Вот он, кстати, был в этом... В самом диалоге. А вот еще что. Владец надобов автоматически представляется лучшим программам накопления мельнука. Ура! Будут теперь глядить еще больше. В общем, прошел один реальный день. За это время с помощью зеркала он внизу стоит. Я себе прическу изменил и более-менее уже на человека стал похож. Ну, точнее, каким хочу себя видеть. Ну, что мне расскажешь сегодня нового? Проверка, проверка, раз-раз. Внима! Ой, ничего себе, прошу прощения. С громкостью было что-то не так. Ну, ладно, простим, простим. На первый раз. На первый раз. Сегодняшний день мы начинаем тратиться со стороны передачи с новостями и событиями. Я буду предпочтить очень важную для жизни информацию. Так что прошу прощения. А сейчас мы начнем ежедневно у него ритмала за замечательной новостью. Начал свою работу аэропорт Суроби-Айлд. О, неплохо. Сегодняшний день, а в режиме онлайн или окончания, можете посещать другие острова, к тому же в аэропорту предлагаются почтовые услуги, да-да. Как я беру услугу, аэропорт работает колокососочно, так что милости просим. Чуть не забыл, у меня еще одна новость. Сегодня на острове Би-Айланд поселился блестящий ученый Блэйзерс. 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 Блэйзерс занимается биологией для несовременной наукой. И постараемся оказать во всем поддержку. Подробности вы узнаете, кочки к нему приходите. На этом у меня все. Наслаждайте своей жизнью, никчемной. Никчемной жизни под моим налоговым обложением. О, в тюрьме есть полноценный дом, наконец-то. С аквамариновой крышей. Хотя это не совсем аквамариновая крыша, мне не очень нравится. Фига себе с писем! В общем, думал, что-то интересное будет в этих письмах, а там вообще ничего интересного. Но зато есть подарки с каждого письма. Давайте посмотрим. Так, это рюкзак. Я домой. Я вчера заказывал рюкзак. Подарок. Подарок еще один. Так, деревянный мини-стол. Ну, запомните. Деревянный мини-стол. Так, ага. Я выучил инструкцию, сделал сам для деревянного мини-стола. Так, хочу, это пора сказать. Футболка, привет! Футболка, привет. Тапочки для купания я вот купил. Посмотреть вообще, как они будут выглядеть. Так вот моя музыка. И походные шорты. Давайте я уже приведу немножко в порядок... Шорты говно. Обратно возвращаем. Нет, джинсы, в принципе, из всего набора мне только джинсы нравятся. Так, и футболка, привет. Привет. Вот прям видишь этот футболку, привет? Хочется сказать, здорово! Блин. Так, ну и... Ну, тапочки неплохие. Лучше, чем были вот эти зеленые какие-то. Мне, кстати, мама пишет. Боится, что я потону здесь в животных долгах. Но ничего, я сам справлюсь. Дома определенно стало больше. У меня больше места, чтобы свою жопу ширить. Ну и пытаемся все расставить с помощью специальной функции. Кто не знает, это из Animal Crossing Home Designer на ТРДС. Вот эта вот фича с расставлением. Но в этой игре решили совместить все. А та игра, короче, 4000 стоила. И все, что можно было делать и размещать предметы, капец. Но она мне не очень понравилась. Естественно. Естественно, она мне не очень понравилась. Ну что надо здесь расставлять? У нас вещей-то нет. Надо... Как-нибудь больше вещей. А так оно... Бедно выглядит в любом случае. Еще раз обращаюсь к тем людям, которые говорят, ничего не вырезай. Я вырезаю только моменты, которые просто скучные. Вот я сейчас бегаю, собираю всякую вот эту фигню свою. И все, я больше ничего не делаю. И это вырезаю. Я экономлю вам этим где-то там по полтора часа времени. Радуйтесь. Блин, посмотрите, сколько здесь накидал всего в музее. Просто свалка из живности, которую я поймал. Надеюсь, я могу наконец-то ее сдать. Так, о, это тот самый. Тот самый Блэзерс. Это тот самый. Приятно познакомиться с меня зовут Блэзерс. Меня интересует система этого острова. Отключение не мистер-райта. Ты выбрал место для палатки? Я. Прелестно. Благодарите, я могу распроять здесь свои крылья. Короче, бла-бла-бла. 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 Если я хочу открыть музей, то мне нужно более эксплуатировать. 15 экспонатов, точнее 15. Я очень надеюсь, что ты будешь жертвовать музея цены и находки. 15 экспонатов. А ну давай-ка. Мне кажется, что-то вот прям подсказывает, что у меня здесь больше, чем 15 экспонатов. Так, давайте прям все, все забираем. Расчищаем свалку, расчищаем просто все. Так. Ну, наверное, я не буду записывать, как мы все отдаем, потому что это долго. Это просто долго. Нифига не было ничего долго, потому что я отдал ему 15 живности, и он сказал, что остальных отдашь, когда я музей построю. Ну, козел, короче. О, там этот, как его, пьянчуга лежит местный. Короче, кто не в курсе, да, это гулливер. Это чайка вроде, которая выбрасывает на берег всегда, и тебе нужно ее будить, и он тебе что-то скажет. Ну, в общем-то, просыпайся. Просыпайся, короче. На работу. На работу. Не хочу свистать всех наверх. Можно проснуться? Я не знаю, может, его нельзя разбудить здесь? Или чем-то другим надо будить? Не фиг знает, чем еще можно его разбудить? Ладно, не сегодня. Давайте, может, ее водой польем, я не знаю. О, лейки испугался, лейка сила. Что это моя пицца? Я уже ставил чайовые онлайн. Погоди-ка, где пицца? Где я? Кто ты? Кто я? Что последнее я знаю? Я гулливер, а чайная чайка. Нечайно тут причалил. Это ты меня толкать пытался? Спасибо, что разбудил, а то я так смотрел сны про всякое. Я спать могу где угодно, сколько угодно, уж прости моряка. Отлично, поражение лица, вижу, что прощаешь. Похоже, я снова прикорнулся, свалился за борт. Со мной такое не впервой, та команда уже привыкла. Ха-ха. Ты не беспокойся, они со мной вернутся, у меня все схвачено. Я просто вызову помощь, сейчас хочу свой... Ой. Свой-ой. Свой-ой, да. Мой супер-дупер коммунитатор сломался. Теперь он не супер, да и даже не дупер. Ну, надо же, совсем разбитый. Похоже, даже несколько деталей коммунитатора не хватает. Значит, моей команде придется искать меня по стареньке. Это можно занять какое-то время. И добрый острый тянь, может, поможешь мне найти эти детали? Хорошо, я помаху. Правда, замечательно, я таких дружелюбных специалов еще не видел. Деталь коммунитатора, наверное, где-то занесло песком. Еще пять деталей, и я смогу его починить. Я смогу их запихать, уверен, моя команда во всем меня ищет. Поэтому поиски представляют тебе, я в тебя верю. Нужно найти... О, там подарок летит! Подарок! Сейчас, сейчас, легчайший. У меня есть рогатка, я ее скрафтил. Все. Легчайший подарок. Легкий. Вообще. Блин, здесь река стоит. Я не могу продвинуться. Ты что издевательствами, давно? Составлен еще за твой новый дом. С тебя вот столько денег. 98 тысяч. Задолбали, блин. Я лутаюсь, лутаюсь, продаюсь, меня только отбирают все. Он не сквозь, ты можешь выплачивать сумочетами. Спасибо. Для этого использую функцию монкомата. Окей. Ну что ж, по поводу личного вопроса у меня все. У меня есть приятный сюрприз. Готов. Вот сквозь виноград для особого лета. Белец за Милинука. Белец за Милинука? Белец за Милинука. Это особая путевка, которую обычно можно получить только за Милинука. Блин, ой, блин. Мозг ломался. Теперь это возможно. По этим билетам ты можешь летать на совершенно необитаемые острова, когда хочешь. Может быть, когда встречаешься там кому-нибудь или найдешь интересные материалы. Во время путешествия ты сам себя хозяин. Я ставлю твой билет на сроке в аэропорту и использую, когда будет предложение у него. И теперь один, сложайся жизнь в своем новом доме. Получено новое предложение дружбы. Какое предложение дружбы? Я, знаете, во что играю? Какие друзья? Так, вот это вот камень мой. На. О, о, о. Ребята, а дело-то пошло в гору как бы. Такими методами мои налоги. Даже мешками. Ну все, такими методами выплатим. В реальной жизни бы так. Просто фигачка никого-нибудь там. И с него просто мешки денег сыпятся. Мешки мешками. Так, ребята, поздравляю меня. У меня теперь есть лопата. Самая говеная, опять непрочная. И я тут вижу, что выкопать. Кстати, вон там мои ботинки лежат, которые я выбросил. Ура, я выкопал тысячи деней. Ботинки надо будет их забрать как-нибудь. Потому что ничего здесь валяется, как мусор какой-то. Так, тысячи деней. Неплохо, неплохо. Неплохо. Палочку соберем, естественно. А, блин. Чего на еще есть выкопать? Могу... О, там жук какой-то. Сейчас тоже в музей отправится. Оба. Это у нас... Ого. Всящик попал смокриться. Она хочет напиться водиться. Мне, кстати, очень нравится локализация этой игры. Она такая, знаете, забавная. Прям видно, что старались. Очень старались на ней. Так. Давайте я тебе что-то нить выкопаем. Так, здесь бутылочка. Бутылочка. И, кстати, видели там из песка вода лечит? Значит, там что-то есть. О, это та самая деталь для пьяницы. Ну, уже три детали. Неплохо. Уже три, это почти пять. Так, сейчас будет кое-что интересное. Я давно хотел это сделать. Мы поедем на остров, на который нам дали билет. Как я понимаю, этот остров необитаемый. И он вообще существует для того, чтобы просто залутать его. Там растет всякая фигня. И можно добыть всякие материалы. Давайте попробуем. Первый раз, конечно, всегда страшно лететь. Но давайте узнаем. Привет, привет. Добро пожаловать на порог под небеси в аэропорт. Я орвил, главное не изменил. Мне хоть его дизайн не нравится. Как-то он отличается от всех. Хочешь посетить другой остров? Прогласить друзей? Еще мы доставляем почту. С нами веточка залетит быстро. Если хочешь... Вот подписать только с открытыми. Да-да-да-да. Остров маленький, здесь друг друга знают. Мне пришло билет за Милинука. Да-да-да-да. Пусти, пусти. Хочу лететь. Да, я тебя слушаю. Что ты хочешь сказать? Хочу. Хочу в путешествие. Хочу. Понял. Понял, понял. Кстати, у меня тут застойка билет за Милинука на твоем месте. Можешь использовать... Так, по всей информации, куда ты отправиться-то хотел. Хочешь использовать свой билет за Милинука? Понял. Все понятно. Зарегистрировать билет от Тома. Ну-ка, экипажка взял. Ты готов? Нужно проверить пассажиров. Да все, я взял. Пусти. Пусти. Не души. Замечательно. Фух. Капец. Диалогов, чтобы поехать куда-то. Кошмар какой. Додо-1 на связи. Додо-Радар. Ульбург. Как слышно? У нас тут страус хочет в небо. Какой ты страус. Какой ты страус. Ну что ж, я желаю тебе приятного полета. Не забывай. Короче, не хочу ничего забывать. Все, короче, полетели. Блин, вот это забавно сейчас было. Вот сейчас забавно. Такой, знаешь, моторчик запускается и чаю. Эта птица. Не знаю, как она. Не помню, как называется эта птица, короче. Первый на загадочном острове. Правило первое. Ты первым встал, того этапки. Люсин, фрукты, рыба, берин, здоровье. Правило второе. Сломал из-за ботинга, румян, замели. Ну-ка, я могу выдать новый. Главное правило запомнить то, что от зубов ставило. Если что-то забудешь здесь, пиши, пропало. Окей. Короче, эти острова, как я понимаю, удаляются после того, как с них я ушел. В общем, это было. Так. Что у нас есть? У нас тут... У нас достаточно много места для того, чтобы залутать. Смотрите. Там кто-то ходит. Там кто-то ходит. В смысле? Я думаю, необитаемый остров. Там кто-то ходит. Так, давайте залутаем камень. На. О, железо. Железо пошло. О, и это, и глина. Не, все. Все, я чувствую, я буду на эти острова очень часто ходить. Так, все. Так. Собственно, мы, кстати, выбили сразу... Или не сразу. Или тут камень уже стоял там, я не помню. Короче, в любом случае, мы много этого выбили. И давайте посмотрим, что еще. Мне очень интересно сейчас, что у вас вообще есть. Прямо я сейчас чувствую первооткрывателем. Так, это просто верстак, да? Так, это у нас... Да, это у нас просто верстак. Чего бы скрафтить? Давайте лопату скрафтим и железом. Который мы нашли. Я смотрел лопату. Хорошо, хватит. Хватит на этом. Хватит. Вот, хватит на этом. Так. Тут у нас... О, пальмы? Пальмы, а у меня нет пальм. Пальм. Хотел сказать пальмей. Как пельмени и пальмей. Нет пальм. Давайте кокос соберем. Что делать? О, бутылочка еще одна. У меня есть много всего, да. Здесь прям реально можно залутаться. Открыть. Мой незнакомый читатель. За чашкой чая у меня с ним чуть-чуть, короче, понятно, понятно. Там, 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 я сколько раз открывал эти бутылки, там вообще, это кайф. Мне пишется, который вообще даже читать не хочется. Здорово. Я очень в инструкции делал сам для маслобойки. Ну, то есть, я бы их ее прочитал, но время тратить на, собственно, летсплей, это этим вас, время вас отнимать, мне кажется, не очень надо. Почему я ее выкопать не могу? Что такое? Я же видел в трейлерах, как там берут кочевы, капают вот эту пальму. Фиг знает. Хотя, блин, я в трейлерах, в принципе, видел, что... Блин, хотя нет, не знаю, короче. Не знаю, вот здесь это бегает. Свинья, как я понимаю, блин, красиво, на самом деле. Красивая свинья. Эй! Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Не, я успею. Сейчас сачок-сачок, быстро, сачок-сачок. И, блин, я не успел. Меня съели. Ей, мол, ой-ой-ой, меня покусали. Что мы успели сделать на этом острове? Мы собрали яблоки, мы собрали много железа, там бутылка с чертежом, камней, вот это все. И получили люлей от ОС. Найс. И, кстати, мне подсказали, ну, как подсказали, я прочитал, что если ты ешь фрукты, то тогда ты сможешь выкапывать деревья. То есть, ты персонаж, что это сильным, когда ест. Там вот этот счетчик, вот видите, там два из десяти счетчик. И ты, когда его набираешь, это твои, твоя сила, твоя мана, так сказать. Сколько ты всего сможешь сделать. Допустим, если ты выкапываешь дерево, он, как я понимаю, уменьшается. Я вообще не люблю гайдов, но я серьезно не понял, почему я могу выкапывать, поэтому что-то посмотреть. Ну, типа, это не дело. Что за фигня, почему я не могу. Теперь я смогу выкапать. У-у-у, сразу вот, просто бахнув яблоко, типа, сразу такое, знаете, стало просто прям, у-у, прям мышцы сразу, знаете, такие венозные, такие мышцы, прям вен там вот опульсируют сразу, как... Я, кстати, заметил, что после еды мой персонаж становится так сильным, что разбивает лопаты в лыжник, вот этот кошмар. Кстати, там свинья вот эта стоит, давайте с ней по-руму поговорить. Она такая красивая, знаешь, мне нравится такая, прям, красивая свинья. Я не ждал, что в этой поездке кого-то встречу конец. Меня зовут Мэгги, от тебя мистера я рад. Я рад, чтобы мы познакомились, во время поездки мне нравится заводить нового знакомства. Это все, что ты мне скажешь, все? Мне кажется, правда, говорят, что путешествие расширяет наш кровавозор. У тебя на обставке влияло на мое отношение к родному острову. Я могу ее пригласить? ХОЧУ! ХОЧУ СВИНЬЁ! ХОЧУ СВИНЬЁ! ХОЧУ СВИНЬЁ! Ух ты, вы, колебанная идея! Когда мальчик разговаривает, я подумать не могла, что ты пригласил меня на остров. Если ты не выражаешь, конечно, ты же не шутишь, хрюля. У тебя нас понравится. Я так волнуюсь, мне не терпится вернуться домой. Насколько я понимаю, сначала нужно связаться с неким том внуком хрюля. Надо с кремом познакомить, пока я не забыла. Это что, у меня на острове будет такая свинья. ХОЧУ! ХОЧУ СВИНЬЮ! СВИНЬЁ! МОЯ! Так, не могу выкопать дерево. Надо бахнув, сейчас бахнув, бахнув яблоко. Смотрите, это один день без яблока, а тут его бахнув. Сразу вот, и сразу можешь просто дерево поднять лопатой и просто выкопать с корнем в карман убрать. Блин, забавно. В общем, при выйти на остров, я не стал ничего делать, я начал сразу сажать эти поймы. Просто рассаживать их по всему острову. И, естественно, конечно, ждать вот эту свинью. Я прям жду, я прям жду её. Прям из всех сил. В общем, всем спасибо за просмотр и увидимся потом, как-нибудь.